Всем привет, друзья! С вами Art Radio и свежий выпуск Письма от продюсера под номером 74, который прям вот после стрима села начал делать, чтобы кто вдруг не успел посмотреть всё на стриме, могли посмотреть в небольшом, надеюсь, ролике. Яшида с Ташеу рассказали много чего интересного. Здесь и новый ультимейт, новый триал, новый трайп и много всякого другого. Напомню, что это первая часть из цикла Письма от продюсера под номером 74, то есть примерно ближе к релизу патча 6.3 будет ещё один стрим, который будет считаться второй частью и в нём покажут ещё другой контент, который появится в самом патче 6.3. Ну а сейчас без лишней воды, как я умею, вы знаете, давайте перейдём к самому письму. Сам же стрим начался с того, что разрабы начали вспоминать, как были отключены сервера финалки именно той самой первой версии. И произошло это именно 11 ноября, то есть сегодня, по факту записи данного ролика и самого письма. Ровно 10 лет назад. Да уж, время летит невероятно быстро, это правда. А ещё в этот день вышла знаменитая... Слышь, купи. Ну, вы уже купили, наверное, я думаю. После небольших всех этих обсуждений, Ешиды Ташео начали презентовать название нового патча. Пока без трейлера, он будет показан во второй части письма через примерно полтора месяца. Сам же новый патч получит название Gods Reveal Lens Tremble. Wow, my English is very perfect. В переводе примерно будет звучать, как боги ликуют, земли трепещут, или же земли дрожат. Что-то примерно в таком духе. Ну и сразу же была анонсирована дата релиза. Не точная, но всё же. Выйдет 6.3 в первой части января 2023 года. Увы, не в декабре этого года, как все думали и планировали для рождественских праздников, чтобы отдохнуть и поиграть. Ну, как-то так. Ишида уточнил, что были планы выпустить сам патч в декабре, но они решили не повторять ошибок эндволкера и немного всё проверить более хорошо на сами же ошибки и в целом, чтобы не было каких-то проблем с запуском. Поэтому все дружно будем ждать. Далее разрабы перешли к контенту, который появится в 6.3 и, как всегда, начали с основного сюжета. На первом же скриншоте показали Zero, и Йоши сказал, что она, как персонаж в игре, стала очень популярной среди игроков, и они будут дальше стараться развивать её историю как можно лучше, чтобы игрокам это, понятное дело, нравилось. А Ишида заявил, что ему это ещё нравится больше всего, то, что игрокам нравится то, что они делают сейчас Zero. Ну, это на самом деле очень круто. Ну и, конечно же, куда без новых сайт-квестов. Продолжение похождения по квестам Татару, которые называются Татару's Grand Endeavor, ну и плюс показали небольшой скриншот с Хэнкоком. Также продолжается сюжетная линия сайт-квестов Tales of Newfound Adventurers. Всё это будет доступно после прохождения основного сюжета патча 6.2 сразу после выхода 6.3. Ну и, конечно же, больше Хилдебранда. Его похождения будут радовать нас в патче 6.35, ну и вот такой вот показали нам скриншот. Типичный Хилди, и, как сказали в чате, это возле него стоит пуплу. Скорее всего, Хилди похитят инопланетяне. Ну, не знаю. Ничему уже не удивлюсь с этим персонажем. Ну и, конечно же, с продолжением сюжета Хилди появится дальше возможность улучшать релики Мандервиля в патче 6.35. Ну и, как всегда, на скриншоте немного мужской любви и летящий на Лалафиле кузнец всех реликов. В принципе, ничего нового. Типичные японцы. Идём дальше. Дальше Ешида перешёл по слайду к новому трайбу, и это будут наши любимые и иногда бесячие своими звуками лапариты. Эти милые маленькие харькокролики. Вкратце, данный трай будет доступен только для крафтсеров Disciples of Hand. Каких-то наград и прочих ништяков за кач репутация не показали, это всё будет на следующем стриме. Эльми в чёте сказала, что было бы очень круто, если бы это был Маунт Морковка, так как они помешаны на ней очень сильно, её дико очень, ну, прям очень сильно любят. Ну, посмотрим, что японцы придумают на этот раз. Следующее у нас по списку новое сюжетное подземелье, которое называется Лапис Моналис. Показали пару скриншотов, первый из которых прям вкусный, сочный, Скайрим. Я же говорю, там сядет тот и прям заставляет купить на вилку уже новый Скайрим в сотый раз. А если серьёзно, выглядит очень атмосферно. Ну и второй скрин вот такой подземелье, где можно будет делать очень много всяких красочных скриншотов, как мне кажется. Ну и, как всегда, у нас дальше новый сюжетный триал, и как всегда он держится в секрете. Как само название, так и сам босс. Никаких скриншотов и никакой информации, без спойлеров в целом. Ребята в чате написали, что это будет скорее всего коньяца. Если что, в комментиках напишите, что думаете на этот счёт, друзья. Я, если честно, не играл в старой части особо, вот, ну говорят, что это из четвёртой части. Ну и, кстати, да, про лайк тоже не забудьте врубить с колокольчиком, если вы тут впервые. Да и, в принципе, просто лайк врубите, и чтобы, в принципе, не пропускать новые ролики, которые будут выходить на канале. Мне приятно, а вам это секундное дело. Идём дальше по контенту. Новый Unreal, который также появится в 6.3, и это будет София со своими весами. На экстриме обычно мы так было весело, а тут я всегда заявил, что придётся напрячь свой мозг ещё намного лучше, чтобы быстро реагировать и понимать, что вообще тут происходит. Потрогаем, посмотрим на выходе, надеюсь, что награда будет интересная за прохождение данного Unreal. Ну и переходим мы с вами к новому альянсовому рейду, который будет называться второй частью Myth of Realm, и получила это всё более точное название, которое, как сказал даже Ешида, очень сложно выговорить. Эйфра-синяя. Показали новый скриншот с сюжетным квестом из данного рейда. Чтобы его открыть, и можно заметить, что у Грахи, вроде это он, на спине какое-то очень странное устройство. Что-то вроде древнего телефона, как сказал Ешида. Ребята в чатике на стриме сообщили, что это похоже на оружие класса Медиатор. Опять же, я не в курсе, чё и как. Возможно, это намек на новый класс будущий, или же просто Сибилу опять развели вокруг пальца. Кто знает, если чё, пишите. Ну и показали скриншот данного рейда в целом. Ммм, как же пахнет вайбами рабочего стола Windows XP. Ну, конечно, тут немножко всё жёлтенько, но всё равно, прям очень красиво и очень минималистично, прям очень нравится. Такая вот пока что инфа насчёт данного рейда. Больше будет на следующей части письма от продюсера. Дальше нам затизерили новый ультимейт, но никаких подробностей, как он будет называться, как будет выглядеть и так далее, ничего из этого нет. Просто будет и выйдет он через две недели после релиза патча 6.3. Ешида сказал, что дизайнить данный ультимейт было очень сложно, и работы пока что ещё продолжаются над этим ультимейтом. Ну и наконец-то дальше по первым скриншотам нам показали совершенно новый Deep Dunch, который будет называться Evrica Orthos. Введён он будет в патче 6.35. Требования для него будут следующими. Вначале вам надо пройти основной сюжет Endwalker 6.0 и пройти первые 50 этажей паласа, самого первого Deep Dunch'а. После Еши немного рассказал и напомнил в чате, что такое Deep Dunch, и вкратце просто рассказал про то, как здесь всё это работает и как, в принципе, устроен Deep Dunch. Чтобы попасть в новый Deep Dunch Evrica Orthos, вам надо иметь уровень вашего персонажа, ну, понятное дело, Джоба 81 и выше. Все игроки начинают Evrica Orthos с 81 уровня, и все правила и функционал данжа работают идентично со всеми старыми данжами. В данном случае это Heavens on High и наш любимый старый палас. Ну а для любителей, кто любит игру проходить абсолютно в одиночку, дальше обновляют и развивают систему Duty Support. В новом патче будут добавлены следующие активности из Havansward'а, по списку которую вы можете сейчас увидеть, и которые можно будет пройти вместе с сюжетными персонажами и созерцать даже новые реплики между ними. Поджоба Мьюша сказал, что сегодня они пока что не готовы ничего обсуждать, но обязательно вернутся с этой темой на следующем стриме. Вкратце, больших планов что-то менять у них нет, у паладина очень сильно изменится ротация, и она будет ощущаться совершенно теперь по-другому. То же самое касается и PvP-решима. Обо всем этом в 75-м письме будет рассказано. Теперь переходим к новому контенту для PvP. В данном случае Кристальный Конфликт. Будут внесены изменения в скиллы в боевых проф, начнется новая серия, которая по счету уже третья, и очень надеюсь с хорошими и вкусными наградами, потому что последние награды, ну такое себе, в принципе вроде бы окей, но и вроде бы, вроде бы что-то не то. Также начнется пятый сезон. Совсем недавно начался четвертый сезон, и как раз он будет длиться до выхода патча 6.3. Ну и самое главное, появится совершенно новая арена с новыми механиками на ней. Выглядит примерно все это вот так. Неплохо, прикольно, в стиле куганских штук, вот этих вот всех. Довольно-таки забавно. Что будет именно по новым механикам, пока что, если честно, неизвестно. Но, как можно увидеть на скриншотах, там лежат какие-то небольшие мешочки, точнее даже вот такие вот бугорочки с монетками. Скорее всего, как-то механика будет завязана на них. Дальше у нас после первой части стрима была небольшая рекламная пауза, где прокрутили рекламу новых ремиксов в стиле Лофи и что-то подобном, которые можно будет купить за реальные шекели, естественно, на официальном сайте, и видосик с прошедшего пакса в Австралии. После Йоши вернулся с Ташио и показал двухстороннюю ветровку, такую вот курточку, которую позже также можно будет купить за ваши вкусные шекели. Ладно, идем дальше. После небольших рекламок показали дальнейшие обновления для крафтерских и собирательских джобов, поэтому кто ждал, ребята, получите. В 6.35 добавят улучшение инструментов, также показали скриншот с нового квеста, который будет доступен, понятное дело, для крафтерских джобов. Будут добавлены новые кастомные доставки и получать их будет вот этот куст. Или хз, что это такое вообще, лалафиль в кусте спрятанной, не знаю. Короче, или пикси эти будут получать, непонятно, показали, просто поруфлили разработчики на стриме и пошли дальше. В общем, как-то это выглядело действительно кринжово, чат прям не понимал, что происходит. Значимость коллектолобов теперь будет отображаться для справки при сборе коллекционных предметов. Будут добавлены новые места для рыбалки, новые изменения также будут внесены в гайд для рыбака. Новое место для ловли рыбы при помощи гарпуна будет добавлено в аппер для носки. И это будет самым первым местом в ARR, где появится, понятное дело, дайвинг. Потому что, чтобы ловить, собственно говоря, рыбу при помощи гарпуна, надо нырять под воду. Собственно, вот и сам скриншот со всеми развалинами с данного места. Под водой выглядит это очень действительно атмосферно и очень круто. Ну и теперь мы переходим к нашей любимой фирме. Для нее добавят новые ранги и виды построек. Также будут добавлены новые предметы в качестве наград и новые материалы, урожаи, животные и рецепты. Вот некоторые из животных, которые появятся на данном острове. Птичка такая вот вкусная, прикольная, такая вот злая киска и... Ну, в принципе, я не удивлен, что еще могут японцы добавить. Короче, вы поняли. А вот так будет выглядеть новая постройка. Прикольно, опять же, но в большинстве случаев будет, скорее всего, бесполезно. Чисто красивый визуал для островка, потому что, ну, многие постройки реально там стоят просто как чисто визуал. Разработчики также уточнили, что переделывают интерфейс крафта в оркшопе, который, по многим отзывам, оказался очень неудобным и неоднозначным. Я прям очень за это плюсую, потому что интерфейс, в принципе, на этом острове, если честно, выглядит, ну, так себе. Надеюсь, в будущем его в целом будет немного переделывать, потому что эти подкатегории работают неудобно и много кое-каких аспектов, которые хотелось бы, чтобы разработчики в будущем это переделывали. Появится возможность сбора всех продуктов или его сразу же, и теперь при поимке нового животного можно сразу будет освободить старое животное, не делая лишних телодвижений, без возможности поимки нового. Ну, грубо говоря, раньше вы не могли словить новое животное, потому что вас превышают по количеству животных, которые уже стоят в столе, скажем, тогда в загоне. Сейчас же можно словить новое животное и при этом освободиться старое. Вот и все, грубо говоря, как-то так. Дополнительно теперь будут сохраняться настройки Оркестрона, который стоит на вашем острове, и, наконец-то, посетители смогут слышать то, что у вас играет на Оркестроне. Спасибо, как говорится, еще раз за это. Ну и ко всему этому, теперь, когда посетители будут посещать ваш остров, вы об этом будете видеть при помощи небольшого уведомления на экране. Более крупных апдейтов остров получит в патче 6.4 по заявлению Яшины. Появится новое подземелье для поисков сокровищ, которое получит название The Shifting Gymnasium Agonan. Вроде бы правильно прочитал. Ну и, понятное дело, только карты Элписа смогут открывать портал в этот данж. Больше подробностей тоже будет опубликовано в следующем письме. И, наконец-то, хоть что-то новое для Голд Соусера. Немного прям, но хоть что-то. Не новые карты, слава богу, не маджонка, в которую я не умею играть, а полноценный новый, ну, опять же, хоть что-то, джамп пазл. Посмотрим, что с этого получится. И очень надеюсь, что что-то прям вкусное и сложное будет. Потому что джамп пазлы должны быть сложными и реально выносившими мозг. Чтобы прям нервный тик прям жесткий был. Вот. Ну, это, понятное дело, шутка. Но хотелось бы, чтобы что-то было интересно. Потому что эти джамп пазлы уже, которых прям вот постоянно повторяются одни и те же, одни и те же. В Голд Соусере уже, ну, как-то поднадоел. Хочется больше активностей. Ну и пока что для Голд Соусера это все. Может, что-то еще расскажут во второй части письма. Для любителей охотиться за домами будут добавлены, наконец-то, такие новые варды. Всего будет шесть новых основных вардов и шесть сабдивизий. И всего будет новых тысячу восемьсот плотов на один мир. Немного, как бы да, если так посчитать, но хоть что-то. Ну и на следующем письме расскажут планы насчет лотереи, касаемо ФК личных домов. Ибо сейчас все с этим очень плохо. И будут думать, как их распределять, как делать, как их продавать в лотерее. Чтобы, ну, более честно было, чтобы люди смогли, как бы, заполучить свой домик, который они очень хотели. Пока с этим ничего не понятно. И все это реально работает очень плохо. Небольших изменений претерпит интерфейс. А именно, возле урона в батл логе, в чате определенном, и летящем тексте, добавят иконки этого самого урона. В данном случае иконка будет физического урона, иконка магического урона и иконка уникального урона. Также в разделе пати, где у вас собираются, как бы, да, игроки лайт пати и фулл пати, теперь возле каждого игрока будет виден таймер отката бафа или дебафа, что очень прикольно и хорошо. Будет добавлена новая тема для всего интерфейса, какая пока что, увы, не показали. Сейчас доступна у нас серая тема, светлая и классическая синяя. Надеюсь, на что-то гламурное и розовое. Портреты теперь будут показываться в начале донжа, триала или рейда всем игрокам, чтобы было видно, кого репортить за неприличные плейды. Скорее всего, это будет показываться определенное время, и после будет исчезать, аля как в том же орехе с баннерами. Ну и надеюсь, что можно будет отрубить, хотя, если эта функция общая, то приравняют к общей, и, возможно, отключить нельзя будет. Ну, короче, посмотрим. В общих изменениях будет добавлено больше возможностей для использования эмоций при использовании фэшн-аксессуара. Можно теперь будет гламурить и красить шмотки ретейнера, не вызывая его. Гламурить и красить свои вещи можно. Будет теперь напрямую с инвентаря своего ретейнера. И будет добавлен удобный фильтр для новых вещей у Сандри Сплэндер Вендера. Дальше также в чате спросили у Яшиды насчет синих магов. Йоши сказал, что сейчас они над этим работают, но пока что говорить про них очень рано, поэтому это будет намного позже, чем хотелось бы. Возможно, в 6.4, а то и в 6.5, а более глобальное может быть уже даже в 7.0. Как помните, там обещали сделать прям полноценный батл-рояль. Не знаю, есть ли это у них еще мысль, будут ли они это делать, будет даже интересно это пощупать. Ну и после главных всех новостей и новинок в 6.3 разрабы перешли к рекламе и анонсам всяких своих штук. Это конкурс скриншотов, про которые я ранее уже говорил, на тематику тактик с Огре. Цифровой релиз альбома Sanctuary Hearts с ремиксами разных треков, про которые тоже я говорил в середине ролика. Релиз физических стикеров, которые, надеюсь, потом появятся в цифровой версии, потому что они очень прикольно выглядят, я бы их залил бы на Дискорд и в Телеграм. Розы крыш билетов на концерты, Розерская симфония в Японии. И, в принципе, это вроде бы все, что показали на данном вот таком вот небольшом трехчасовом почти стримчике. А на этом, ребята, все. Надеюсь, что данный ролик вам понравился. Постарался его сделать максимально быстро, чтобы вы с ним ознакомились максимально быстро, по крайней мере, сегодня по моему времени. Надеюсь, он выйдет сегодня. Буду опять же рад вашей поддержке. Надеюсь, что данный ролик вам понравился. Пишите свои комментарии, что думаете про все эти новинки, эти нововведения. Мне, в принципе, все понравилось. Каких-то прям таких нюансов, которые мне не понравились, их вроде бы нет. Но надеюсь, что буду дальше улучшать. Буду дальше добавлять всякие новые штуки, которые люди просят на форумах уже очень длительное и длительное время, больше двух-трех лет. Поэтому будем ожидать, что все это будет постепенно появляться. Be smile and happy, my friends. Ну и увидимся с вами, как всегда, на просторах большой и прекрасной Эрзии. Продолжение следует...